Привет, народ! Я тут обнаружил, что при свете дня я выгляжу совершенно по-другому. Я даже стесняюсь своего сбита, потому что я слишком хорош. Ладно, ребят, всем спасибо за то, что вы здесь, и мы продолжаем играть в Outlast 2. И давайте продолжим эту тему. Если вы за Resident Evil, вы ставите... Дислайк, если вы за Outlast 2. Вы ставите лайк, и если у вас другое мнение, то есть вы как бы не можете определиться, вы пишите коммент. Давайте продолжим эту тему. Мне она что-то зашла. И... Эх... Продолжаем играть в Outlast. Нашел обманный маршрут. Я думаю, нам надо так или иначе попасть в подвал. Ты внимательный, а? Может, что, балкон проверишь? Дискнем. Твою мать, он прям оказался передо мной. Черт я за... Уходим. Наверх, 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 беги, сука. Я знаю, тут бабушка молится. И к ней лучше не подходить, как мы знаем. Иначе у бабушки может случиться приступ гнева, что я мешаю ей молиться. То есть, понимаете, к бабушкам лучше не приставать. Это мучит игра. Правильным вещам мучит. Хоррор у нас. Не надо приставать к молящейся бабушке. Да. Да, да, да. Или можно... Или можно познакомиться с Соколовским. Да. Такое. Ладно, пойдемте наверх. Не будем бабушки приставать. Шум, шум. Пойдемте, сейчас орать начнет прям. Что, типа, орать? Зачем покемонов ловишь? Я скажу, что я черт, журналист. Мне же нужно... Симеон, мне нужно совершенно тайно поговорить с тобой, потому что ты знаком с мазями и лекарствами. Надеюсь, ты знаешь, что я не использую больше всего. В общем, это необходимо, когда мы совершаем глузку, прокатый мир за бензином, электрооборудованием и другими нужными вещами, которые мы не можем сами сделать. Я просто с сыном трактирщика, который придает таблетки для папы. И когда я назвал их веществами 20 лет, они парень с мязой сказал, что тем не нужен пенисалин, если только оно не изучает вагины. Ты слышал о таких вещах? Я не хочу спрашивать папу из страха. Не знаю, чего, но я не хочу так случайно отравить его. Пожалуйста, навести меня, Джон. Вагины изучать. То есть, по сути, папа у нас покупает виагру. Вот этот папа, вот этот чувак, который в церкви проповедует, он покупает виагру, чтобы изучать вагины. Это интересно, это интересно. Пожалуй, эта серия так и будет называться. Изучение вагин. Да, именно так я ее назову. Ну а что? Разумеется, найти бы только путь назад к лифту. Черт возьми. Бабушка, можно закрыть дверь? Пожалуйста. Черт, упугала. Она вооружена! Черт, у нее дрочила в руках. У нее в руках дрочильник. Сейчас, блин, еще мне писюн отрежет, блин. Некоторые бабушки, они такие, чуваки, они такие. Знаете, всякое бывает. Хер оторвать. Она такая. А, она молится. Окей, бабушка, молитесь дальше. Пожалуйста, не останавливайтесь. Что-то как мне, как мне вас обойти, бабушка? Я знаю. По-моему, у нее половина зубов. Она так говорит. Черт, ази! Вот я, блин, акробат, бабушку обошел. Вот я, акробат. Акробатик уровень бог. Давайте перезарядим батарейку. Черт, здесь должно быть полно здесь на дороге. Они же не совсем тупые и слепые. Бабушка, походу, ушла. Пожалуй, здесь мы с вами и пройдем. Черт, ази! Как бабушка-то кругом ходила? Зачем? Там кто-то кричал, нужно это проверить. Черт, ази! Класс! Черт, ази, бежать-то некуда. Блин! Блин! Я выхожу пока! Мне у вас не нравится! У вас очень страшно! Плэй, пожалуйста! Пу-ку. Ладно. Пошли! Я сбегу! Я сбегу! Я сбегу! Беги же! Я сбежал! Черт, ази, ази, было бы две. Надо поменять мне пирамиды голового, только без пирамиды на голове. Действительно, что им от меня? Мать его, надо! Просто я не понимаю, что мы снимали сейчас? А, вот, Темпл-Гейт. Темпл-Гейт. Сильвен-Нот. Современный Зекиль. Их ножи острые. Для врага. И все такое. Как раз тут написано именно это. Окей, она... Я думаю, что тут кто-то ходит. Ребята, я уверен, что кто-то там ходит. Кто-то здесь есть. Я не поверю, что это место абсолютно пустое. И здесь можно просто гулять, как на курорте. И чем он теперь будет дрочить? Джейсика почему-то в колодце. Шлюхи для сатаны. Ручки с теми, что вы делаете, сверху Господь. Он смотрит... Черт возьми, осторожней! Гребляй эту руку! Греби, сука! Ха-ха-ха-ха-ха! Зайк, что это? Э, что? Что, где я? Да где я, твою... Твою ж душу ж, мать! Постой, я... Вентиляция? Так как вообще возможно? Как я тут доказался? Вот чем главный вопрос всей моей чертовой жизни. Я знаю, что вы думаете. Почему вдруг стало так светло? Я сделал перерыв. Уже было 2 часа ночи. Я подумал, что... Хм, пора бы мне отдохнуть. Ладно. Черт, что у меня с камерой? Полезем дальше по вентиляции. Я не смог дотерпеть до ночи. И подумал, что буду играть в нем. Ничего страшного. Я постараюсь... Я думаю, мы все равно обкакаемся. Черт возьми. Вот в игре Фир сейчас бы алима вылезла. Кто? Это Джессика. Джессика. Был один такой... Черт тебя за... Был один... Это сзади меня, что ли? Я не могу отглянуться, по сожалению. Был такой фильм ужасов, где была женщина по имени Джессика, и она члены парням отрывала, по-моему. Черт! Ну, мы тут не одни. Пожалуйста, Блейк. У меня есть камера. У меня до сих пор есть камера. Очень странно, что я до сих пор в этом костюме. Черт возьми. Где? Черт, ребята, мне кажется, это тот самый момент из демо-версии. У моих родителей был точно такой же пульт. Да, это действительно пульт из 90-х. Это просто один в один пульт из 90-х. Блокируется, окей. Я боюсь. Ку-ку. Кто-нибудь дома? Да, теперь нам нужно ночное видение. Стой. Э? Черт. Господи! Тут привидение! Вы видели? Там привидение было. Послушайте. Вроде ничего. Ладно. Не понимаю. Альтернативно по маршруту. Э! Стой. Что это значит? Где-то газовую трубу прорвало. Черт возьми. Вот школа, где я учился, не было такой. Не было таких коридоров классных. На улице по-прежнему идет снег. И все еще не тает лед. Сейчас ночью. Черт, я знаю. Что это? Раз она открылась, там что-то важное. Помните, это было в демке? И здесь что-то написано. Привет, Лин. Мне скучно. Мистер Комбер до сих пор говорит про 30-летнюю войну. Бла-бла-бла. Габсбурги. Бла-бла-бла. Как дела, Джесс? А, они общались таким образом. Вот о чем они мечтали. Вот о чем мечтали эти извращенки. Они представляли себе мужчину с членом коня. Вот о чем эти девки думали. Я-то думал, что у меня жена такая странная. Она, оказывается, себе вот такого жреца представляла. Это же Джессики. Ну или Джессик. Они же друзьями были. Хотя, ну видите, да, они общались, там есть Лин. То есть еще одно доказательство их дружбы. Зачем мы это сделали? В чем был смысл того, что я сейчас сделал? Это имело под собой некую цепь? Нет. Кто это? Черт возьми. Жалко, я не вижу вдаль в коридоре. Если бы только я знал, что там дальше меня ждет. А? Тупик? Пойдем назад. Минуту. Минуту, пожалуйста. Не надо монстров. Не надо монстров. Постой. А, дальше. Ну вот фото. Это я, уродец стремный. Это, наверное, это вот моя жена. А вот это Джессика. Ну или может быть. Это Джессика. А это, это я? Черт возьми. Черт вас разберет. Может быть это и я. В детстве. В молодости. Какой я был маленьким мальчиком с маленьким членом. Ладно. А, свет. Постой, мы же отсюда вышли. Это тот же самый класс. Может быть там есть какой-то альтернативный проход? Ребят, как думаете. Подожди. Откуда? Э, алло. Кто? Джессика. Че там Джессика? Компьютерный класс. Надо осмотреть его по-быстрому. Черт. Нет времени. Джессика. Черт, что творится? Черт. Как? Она повесилась? Э, кто там? Как? Кто? И как так вышло? Почему она повесилась? Твою мать. Как? Ладно. Ладно. Все хорошо. Надо узнать, что... Уж послушаем. По-моему, такой черный дым это ненормально. Что же пошло не так? Черт. Черт. Не туда идти. Ну ладно. Это всего лишь монстр с руками. Это доктор от Актавиус. Ку-ку. Не? Там все нормально? Вроде нормально. А? Я бы не сказал... Черт возьми. Я сегодня смотрел видео на канале Риддл. Там таких же существ показывали. Подводных. Возможно, из Тихого океана сбежал. Тварь. Ладно. Я притворюсь, что я не видел. Блин. Что? Блин. Что это? Что вообще? Что? Почему? Что происходит? Что меня зарезать пытаются? Кровь от... Нет. Нет. Что вы делаете со мной? Тюна нету. Черт. О, черт, ребят. Я пойду отсюда. Ладно. У вас с вами было весело. Но всему веселому. Рано или поздно. Черт приходит. Возьми, приходит. Черт. Тут куча труп. Что вообще? Куда я попал? Я, блин, был у себя в школе в 90-е. Черт, плази. Аааа. Черт, 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 черт. Черт, он за мной ползет. Вы смехиваетесь. Этот петух ползет за мной. Черт. Вот это хор. Ребят, раньше, понимаете, раньше вырыхли, думал, ты заползли потом. Черт. Я даже рад, что меня убили. Мне большие страны. Давай. Быстрее. Чуть-чуть, чуть-чуть, черт возьми. Может, его замедлит, то, что там ползет. Есть. Блокируется, петлица, ух, черт возьми. Тут петух сейчас меня зарежет. Ничего не вижу. Ааа. Ааа. Блядь. Он мне в ухо, блин, как будто шепчет. Мужики, прочь. Идите, пейте, блядь. Это боярышник. Черт, Ази, куда идти? Мужики, блин, боярышник. Черт, возьми. Ааа, сюда. Мужики, валите. Черт, Ази, я не брал боярышник. Пойдем здесь. Ох, хорошо. Нормально. Класс. Мы сбежали. У-у-у-у. Ха-ха. Ааа, мужик боярки перепил. Я удивлен. То есть, нигде не безопасно. Мужики, ребят, вы окна, мать. Слава богу, они хоть это не делают. На самом деле, это очень интересно, что нигде не безопасно. То есть, даже здесь, даже внутри чертового подвала, вот в разном тыл, они не могут в бейкера за вами пройти. Спятся под кровать. Да, спрячься тут. Черт возьми. Мне кажется, я уже не успею. Я просто посижу тут, и все будет хорошо. Сейчас мужики пройдут. Они посмотрят, что меня тут нет, и уйдут. Не, они начнут проверять кровать. Надо было прятаться там, все-таки, пока была возможность. Черт возьми. Ну, что, ну, идиот, а? Черт, кривень, классные резиновые сапоги. Я тоже все такие хотел, потому что, ну, тут болот очень много. Вообще, там, где мои родители жут, очень много болот, и тяжело ходить. Все такие сапожки себе хотел. Черт, пошел, пошел, пошел! Черт, еле-еле. Чуваки, чуваки, быстрее! Давай, черт, это полка весит, как три индийских слона! Нормально, бежим. Нет, мне нужен свет. Я сбежал. Посмотрите, это женщина? Кто это? Кто это женщина? Что это моя жена? Я не могу понять, это моя жена. По-моему, это моя жена. Да. Да. Господи, у нее противные пальцы на ногах! Фу! По-моему, это моя жена, нет? Нужно проверить со всех сторон. Моя жена. Хм, что я могу сказать? Ну, такое, ну, такое, ну, такое, отнимая жена, свою жену. Свою жену я узнаю из тысячи. Мисс, вам там нормально? Да, вам неплохо? Это за вами батюшка с крестами ухаживает, да, мисс? Хорошо ухаживает, удовольна? Вас все устраивает? Ребята, если бы вы остановились в таком отеле, на сколько бы вы его оценили от 1 до 10? Мне кажется, 11. 11 самая адекватная оценка. Безопасность, во-первых. Надо помнить. Безопасность. То есть, если у вас бывают приступы хождения во сне, здесь все предусмотрено. Также животные. Если вам одиноко и вы не любите спать в тишине, есть мухи, которые создают приятную мелодию. Видите, как сладко спит эта женщина? Видите, даже не просыпается. Причем вино в этом ресторане, в ресторане этого пятизвездочного отеля подается настолько вкусное, что женщина практически облилась им. То есть, она просто захлеб его пила. Скорее всего, вино подавалось вот в этом ведре. Да, я допустим... Ох, черт возьми, господи. Что это за рыба лют какой-то? Что за уродов они? Что за... Что... Ах, черт. Ничего серьезного. Поднять. Что это? Господь знает, что я сделала. И он заставляет меня смотреть на это, когда я слаба или испуган. Но моя вина в том, что Иуда не умел плавать. Или в том, что он чувствовал ко мне похоть. И я бы спасла его, если бы у меня хватило сил. Я не сомневаюсь в тебе, боже, но пожалуйста, перестань мучить меня этими кошмарами, которые появляются даже наяву. Кошмары. Все здесь... Все в этой деревне видят кошмары по непонятным причинам. Даже мы находясь в вертолете. Возможно, здесь есть какая-то паранормальная активность. Пришельцы. Испытание психотропного оружия. Постойте. Может быть, здесь используется какое-то оружие. Типа, помните, как в лаборатории Мирков под Маунт Мессив? Помните? Может быть, там что-то такое. Кстати, я узнал, что у Аутласта появилась озвучка русская. Недавно. У первого Аутласта. Я этого даже, если честно, не знал. Что же. Пойдем наверх, ребята. Классная пила. Вот мне не хватает такого набора инструментов. Правда, не знаю, что с этим можно делать. Я думаю, что это можно использовать в сексе. При БДСМ. Вот на чем это можно использовать? Вы уже сами мне можете рассказать. Те, у кого есть опыт. Посмотрите, что это? У вас тут человек вот распяли? А, нет. Это просто символ вашего поклонения сатане. Смотрите, курицу ели. Просто курочку кушаю. В чем проблема? Блин. Не могу понять, а стухло или нет? Но, черт, я вам сейчас тоже поел такой жареный вкусный курица, ребят. Посылка пришла с Алиэкспресс. Видите? Тут указано «Хонг-Конг». Из Алиэкспресс? А ссылка к Алиэкспресс? Он в доме! Черт возьми! Они меня нашли, ребят. Черт, нет. Так не получится. Идите нахрен! Черт, как же быть? Пошли наверх! Та дверь, как я понимаю, еще не открылась. Бежим, бежим так, а? Уходим! Нормально, сейчас убежим, будет хорошо. Так, поставь, пока есть хоть немножко света. Давай, быстрее! Сука, быстрее! Беги! Черт, такой тормознутый инвалид, блин. Колясочник ДЦП. Потау! Давай! Давай ДЦП, двигайся! Давай, давай! Спасайся! Блядь! Круто! Потрясающе! Вилы, блин! Сейчас это мне в жопу въедет. Класс, класс, класс! Главное не в яйца, главное не в яйца. Беги, беги! В окно! Сейчас пол провалится. Ой! Топ, топ, топ! Он высказал как ухотный свинт. Давай! Красота разрывающаяся... Босс, черт, возьми! Мне кажется, они вспомнили хит 2012 года притоптать. Ребята явно решили притоптать. Ребята, вы там вообще? Вот и ребят меня потеряли. Они там притоптать еще. Ребята решили разнести сельский туалет. Ребята разнесли сельский сортир, чтобы меня оттуда достать. Бум-бум, сука, нахрен ваш сельский туалет. Ладно, теперь серьезно. Нам нужно выбраться отсюда. Я оказался... Ну, опять же, в чем-то доме. Пойдемте отсюда. Жалко, ящики нельзя проверять. Иначе была бы полная просто пенумбра. Помните такую игру пенумбра? Классная игра была. Одна из моих любимых, если честно. Всегда ее очень любил. Считаю, что это одна из лучших игр. Один из лучших хорроф 2000-х. Пенумбра. По сути, предшественник Outlast, если подумать, хора от первого лица. Это один из первых хорроф от первого лица был, где было полное 3D окружение. Можно было двигать предметы. То есть, вот так вот открывать двери и ящички, как и здесь. Там это все было очень круто реализовано. И тогда это было действительно инновационно. Сейчас это, конечно, такое. Кстати, через время мы и так, и так восстанавливаемся, поэтому бинты здесь совсем не обязательны. Черт, какие стремные картины. Просто это очень странно. Мне кажется, что здесь имеет место не просто какой-то культ, а промывание мозгов при помощи техники. Это же пустыня, понимаете? Американские, военные, грязные эксперименты над людьми. Вот этот парень, например, был фанатом ЦСКА. И вот что с ним сделали. Потому что Спартак чемпион. Ладно. Любил читать. За это, как известно, бьют. В некоторых местах. У меня просто, у меня друг из деревни. Вот его избили так же вот примерно за то, что у него библиотека была. За то, что он книги любил читать. Говорили, надо водку пить, а ты там книги читаешь. Нет бы сбегать в магаз за бояркой. Сидит, книги читает. Ученый, черт. Не бойся, ты пойдешь в рай. Это вы учительнице сказали, что он в рай? Что творится, что? Я тронулся? Это, видимо, один из учеников школы. Черт возьми, какой он уродливый. Цель. Дети не должны бояться своего долга, а восхвалять его, как гарантированный вход в рай. В районе нет боли. Отец дал вам жизнь, поэтому ваша жизнь принадлежит ему. А, постойте. Идея... Проект джебянгов, кто будет врагом. Хит спас его над отоплением. Иисус пустыни не с сатаной. В раму бил Исака в сердце. Господь знает. Лучше вы можете не знать, что сами являетесь врагом. Ваш страх инструмент врага. Поэтому ваша жизнь принадлежит ему. То есть, идея в том, что вот отец, как бы, ну, святой отец. Это как бы их настоящий отец, и они должны его убить, как я понял, в этом смысл. Черт возьми. Может, я все-таки перебинтуюсь, а? Хотя тут как в Resident Evil. Только там ты бояршиком себе руку заливаешь, а здесь... Здесь ее бинтуешь, хотя нифига не руку ты поранил. Ну, ладно. Стой. Слышу голос за воротами. Они молятся. Эти засранцы молятся. Как мне надо забраться? Что-то в забор. Может, там вскарабкаться. Нужно только на что-то встать. Стой, может, на это? Черт возьми. Постойте, там это... Шлюха бродит. Вон она, вон ее. Черт возьми. И она... Постой. Она просто растворилась? Ребят, ну вы не продумали этот момент, мне кажется. Черт, там молятся с кинжалом в руках. Это плохо. По сути, это... Да, мы перешли мост. Мы с вами часто переходили дорогу. Пойдем здесь. Я не хочу идти рядом с тем местом, где потенциально может быть женщина, вооруженная огромным светящимся молотом. Который, конечно, легко увидите на тену. Черт тебе азарт. Я не хочу быть тем, кто его увидит. Черт. Меня парят. Женщина, молитесь дальше. Молитесь, молитесь, пожалуйста. Не останавливайтесь. Ни за что. Потому что Господь не хочет, чтобы останавливались. Просто продолжайте это делать. У вас очень красивый голос, мадам. Очень красивый. Пожалуйста, продолжайте. Пожалуйста, главное не прекращать. Я думаю, если идти по краюшку, все будет хорошо. Это же штука совсем не страшная. Как же тут стрёмно все-таки, а? Как же здесь противные стрёмно? Знаете, такой песок везде. И бочка. Как будто тут, блин, война. Это очень стрёмно. Господь, что? Твою мать. Я так и хотел сказать, в любой момент на меня могут напасть, но черт возьми. Черт возьми, прятаться поздно. Пожалуйста, беги. Беги. Во имя отца и сына. И еще одного сына. О, дырка в заборе. Идеально. У, я могу скользить. Класс. Черт, надеюсь, никто не захочет разнести эту дверь. О, тут весело. Черт, опять пришел к туалету. Привет. А, на меня, кстати, не заметил. Черт, я понял, ребята. Вот оно. Черт, лази. Вот оно спальня. Да, блядь, лезь под забор. Черт, нет, 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 нет. Твою ж, сука, мать. Свет, пожалуйста. Вот оно. Нужно пододвинуть эту телегу к забору. Пока за тобой охотится, злая женщина. Черт возьми, нет. Отрекся от кого? Никого не отрекался. Гулять просто пошел, блин, без шапки. Мамин, бей. Черт, у меня все трясется. Вот, вот эта скорость. Вот с такой скоростью бегать все время. Черт, сердце прихватил, что ли? После я лягу здесь. Я в домике. Я в домике, все хорошо. Я в домике. Привет. Долкай, это дерьмо. Да быстрее. Пока она не увидела. Долкай, это дерьмо. Давай. Давай еще. Еще немножко. Давай, тупой подонок. Вот что я думаю. Вот что я думаю. Об этом дерьме. Вот что я о ней думаю. Об этой шлюхе. Вот что я о ней думаю. Ты за забором, тупая тварь. Тебе не перебраться, да? Ума не хватает, тупая там, мразь. Какой красивый город вдальке, да? Извините, отвлекся. Ладно. 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 Все хорошо. Все нормально. Все, надо просто дома просто вставать. Можно я просто не буду думать об этой женщине. Мне нужно отвлечься. Ну, моя папка такая же есть. Крушек. Он из нее пьет. Ладно. Давайте посмотрим, что все парни. Да, явно жаркие ночи. Плохо кончились здесь. Что примечательно, здесь практически нет никого молодого. То есть, как я понимаю, те молодые женщины и все прочие люди, которые хоть сколько-то привлекательны здесь, довольно сильно страдают. Я уже в десятый раз вижу повешенный труп, поэтому, знаете, мне тяжело испугаться. Что за динамическая музыка? Демоническая музыка. Что, возьми, как будто в аду, в подмышке у сатаны. Ребята, это похоже на церковь? Я бы сказал, это не церковь, а какой-то сатанинский храм. Ну, естественно, это была церковь когда-то давно. Черт возьми, опять богиня. Что здесь? Что оставишь? Что это? А, это покрышка, черт. Ну, такая, знаете, штука, которая... О, записочка, ну-ка. Эти хвости отмечены грехом Каина. Покойся в земле, пока снова не воскресишь. Враг ждет в неизвестном чреве. Господи, используй челюсть мою, как каменную балову. Заплати мой долг за грех моего рождения. Да не будем ждать, что за порочная земля. Стой на стаже сердцем и рукой. Будь готов. О, Сион, О, Сион. Я знаю, кто такие сионисты. О, Сион, это, видимо, тот, кто имеет к ним отношение. Извините, я не эксперт по битве. У вас здесь очень... И все-таки это не похоже на маску, ребят. Это не похоже на маску ни разу. По-моему, они здесь демонов просто насаживали на коле и сжигали у церкви. Времена инквизиции вроде как давно прошли, отче. Мне кажется, вы злоупотребляете положение. Преподобному пророку Салливану ноту от лорда Байерна, как записано, ником Трэмблеем. Благодарю вас за дополнительные экземпляры вашей проповеди. Я подарил их тем своим ученикам мозга, за которых еще не поражены. Которые могут читать. Нам нужно больше вина для причастия. Для успокоения от стада. Больше вина, ребят. Ключевое слово здесь. Больше вина. Дальше можно не читать. Они просто хотят бухать. Бухать. Слышь, что за... Почему здесь? Ну, это... Это исповедание. В этих кабинках ты садишься и рассказываешь. Рассказываешь отцу. Вот там. Рассказываешь отцу. Как дела? Что это? Мария? Нот? Он на колесе. Кто там? Кто там? Постой, ему глаза выклали. Меня зовут Блейк. Меня зовут Блейк. Что, живой? Иуда, я ничем не отец. Я просто убей меня. Ты должен меня убить. Черт. Бори. Нет. Он возвращается с Марией. Он ее ранит. Я заговорю. Если меня уберешь, у нее не будет причины ее ранить. Пожалуйста. Черт. Он просто... Надо спрятаться, пока есть время. На этом все, ребята. Что же мы увидим дальше? Кто же войдет в церковь? Что в ней произойдет, вы узнаете в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До скорого, если вы оставили лайк, вы молодец. А также еще можете подписаться на этот потрясающий канал под названием Эвхэнерус. Пока.